В 19 веке за смену упряженным животным пришел трактор. Впервые тракторы с паровой машиной стали применяться в Англии и во Франции. В дореволюционной России тракторы насчитывались единицами. Механизация в нашей стране началась после Великой Октябрьской социалистической революции. Механизация внесла коренные изменения в производстве. Уже появились и появляются более энергонасыщенные и современные тракторы. Если в 1970 году мощность двигателей тракторов составляла 336 миллионов лошадиных сил, то в 1980 она уже равнялась 497 миллионам лошадиных сил. Независимо от конструктивных особенностей, все тракторы имеют двигатель с пусковым устройством, передаточную часть, ходовую часть, рабочее оборудование и органы управления. В двигателе химическая энергия топлива преобразуется сначала в тепловую, а затем тепловая энергия в механическую. Ходовой аппарат трактора имеет гусеницу. Эта гусеница представляет собой бесконечную шарнирную стальную ленту, по которой катится трактор. Опорная поверхность гусениц очень велика. С почвой одновременно сцепляется 10-12 почвозацепов гусеницы. Движение гусеничных машин направляют, изменяя скорость вращения одной гусеницы относительно другой. Последнее производится при помощи управляемой фрикционной муфты сцепления или планетарного механизма, включенного в трансмиссию трактора между промежуточной и конечной передачей. Если после отсоединения двигателя нужно остановить трактор или замедлить скорость его движения, включая тормозную систему. При торможении только правой или левой гусеницы трактор делает крутой поворот. Тракторы могут иметь самое разнообразное применение, но бесспорно одно, что понятие трактор у нас неразрывно связано с понятием земля. Если трактор применяется в сельском хозяйстве, то он используется на пахоте, сплошной культивации, посеве, уборке. Во всех этих ситуациях трактор непосредственно участвует в процессе обработки земли. Если же трактор применяется в строительных работах, то его работы также связаны с землей. Отрывка котлованов и траншеи для подземных коммуникаций, разравнивание площадок, перевозка материалов в труднобоходимых условиях. Даже если трактор просто едет, то и здесь внимание приковано к земле. Это обусловлено плотным прилеганием гусениц к земле, преодолением сопротивления земли, прилипанием влажного грунта к гусеницам, а также четкими следами, которые оставляют трактор на земле. В связи с тем, что понятие трактор тесно соприкасается с понятием земля, оно также тесно связано с понятием народ. Недаром в народе трактор любовно именуют стальным конем, а трактористы, люди, управляющие этими машинами, в народном фольклоре занимают очень весомое место. При этом они наделяются в основном положительными качествами, а среди лиц женского пола бытует миф о том, что трактористы наделены необыкновенной сексуальной силой. Если же трактористом является женщина, то она в сознании общественности отождествляется с так называемым образом «полькой девушки». И лица мужского пола относятся к ней несколько боязливо, хотя чаще этот образ не соответствует реальному психологическому образу женщины-трактористки. Упираясь гусеницами в землю, он медленно продвигается вперед, выжимая из земли влагу и оставляя за собой сырые глубокие следы с характерными поперечными линиями вмятинами. Следы преимущественно имеют вид двух прямых параллельных линий. Они являются оттиском от гусениц, если их залить гипсом, то можно получить скульптуру гусеницы, но только любой длины, а не соответствующей истинной длине гусеницы. Перед собой он торкает с некоторым усилием кучу земли, которая постепенно увеличивается, но достигала определенного размера, осыпается по краям, оставляя длинные цепи возвышенностей, состоящих из земли, с нарушенной природной структурой, вставшей сыпучей формой. Гусеницы, переваливаясь по колесам сверху, издают ляск, и при этом с них осыпается комья, прилипшей земли, внутри монотонно клокочет мотор, но когда он предпринимает усилия для преодоления препятствия, он издает громкий рыв, из трубы вываливается клуб черного дыма, когда он движется, земля вокруг дрожит, а также вибрирует воздух, если находиться возле него, то можно чувствовать, как от него исходит жар и запах солярки. Состояние депрессии вызывает монотонное движение, при этом в мозгу возникает ощущение ненормального напряжения, болонье на стенке черепной коробки изнутри, уши как будто закладывают, слышится нервальный звон, клонит в сон, но тело не может находиться в покое и требует движения. Сознание всплывает на определенные образы, но все они побуждают к беспричинной волнению, к настороженности и к подозрительности ко всем окружающим предметам и явлениям. Ощутимое волнение возникает при виде летящей вороны, оно усугубляется ее взаимозным карканем. Подозрение падает на тенях дерева, оно переходит в научную идею. Если приближаются сумерки, где закат красного солнца определяет новую заботу, суть, которую ловит трудно, почти невозможна, в сердце появляется неприятное ощущение, которое распространяется на все члены тела. В закрытии ощущается покалывание и тяжесть. Глаза широко открываются, зрачки сужаются, взгляд направлен на тяжелый ковш, который монотонными движениями все глубже и глубже углубляет яму в земле, доставая и высыпая новую порцию земли. Кажется, что он достанет нечто загадочное, доселе скрытое, и, скорее всего, это будет облитшая слоем земли кость предка, в которую хочется вцепиться зубами. Не восстанавливает о том, что на ней может находиться трупный яд. Я не согласна с теми, кто утверждает, что трактор не подвластен женщины, что это не женская работа. Все это не так. Я безумно люблю свою работу. Вставала в уборочную и поседную до восхода солнца, я с радостью думаю о том, что вот я сейчас умылюсь, москору перекушу и бегом в поле. Вот я сяду на гладкое, упругое сиденье и возьму рычаг управления на себя. Трактор зарычит, завибрирует, заиграет пол кабина. Радостная дрожь проникает из-за меня. Я жму на педали, трактор трогается, медленно идет вперед, сдавливаясь гусеницами в землю. И тут я забываю обо всем. Только я и трактор. Я чувствую себя предатком, неотъемлемой частью всевозможных его рычагов, шестерен, трубок, педалей, блестящих и глаз. А о том, что нужно идти домой, я вспоминаю только тогда темнее. Может быть, я и устаю от своего трактора, но работать на нем под неослаждением. Извините, я это веду, он не любит простой. Я пою вдохновенно о том, как проснувшись землянки с женой, мы по радио слышим вдвоем то, что дрожь вызывает изной. Разогнавшись в далекой степи, подавить на пути ржунок, он зашел над простором страны, как мечта из красивейших снов. Наши души от счастья споют, мы гордимся великой страной, где побед люди легких не ждут, не отходят труды стороной. Ты лети, лети выше, выше, небо светит на бок зениса, поднимись вверх, твой слышит звездам свет оставляй, гусеницы. беззаконный ученый ветер взялся быть на порыве любви, завершил он весенний пакет, он работал зари до зари, наш челябинский трактор родной, на орбиту с луной проистал, ночью в небе рядом с луной виден лучший в мире металл, и теперь я ночью не шлют, и жене говорю, эй, не спи, я приемника в небе ловлю, наш родил всегда и пи-пи-пи. И лети, и лети выше, выше, небо светит намок Дениса, поднимись выше, твой слышит звездам свет оставляй, гусеницы. Субтитры создавал DimaTorzok